Я хочу сегодня открыть послание к Ефесиным, вторую главу, Ефесиным, вторую главу, потому что, вот вы знаете, часто очень, когда Бог что-то делает, какие-то новые вещи открывают, люди бывают так сильно этим увлекаются, что порой теряют другие вещи важные, другие, вот. И чтобы не было никаких перекосов, я хотел бы с вами прочитать во второй главе с четвертого стиха, значит, послание к Ефесиным, вторая глава с четвертого стиха. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». И вот посмотрите, апостол Павел был человеком религиозным. До того, как он познал Христа, он был ревностным иудеем, считавшим своим долгом гнать христиан, уничтожать последователей Иисуса из Назарета, потому что Павел был убежден, это еретики, и еретики очень злостные и опасные. В то время, и служение Христа показатель тому, верующие, вера выродилась в религию. То есть форма была, а содержание было потеряно. Вот почему Иисус так гневно обличал ни блудниц, ни мытарей, а именно фарисеев, религиозных людей, потому что фарисейство – это самое опасное проклятие, самый опасный грех. Та женщина, у которой было много мужей, она понимала, что живет нечисто, правда же? Закхей, мытарь, понимал, что он деньги берет часто неправедные, неправедным путем. Они грешили, но понимали. Опасность фарисейства – люди убеждены, что все с ними нормально. Они молятся, они постятся, они служат Богу. Но в действительности это была лишь внешняя форма. Иисус говорил, вы гробы окрашенные, снаружи кажетесь красивыми, а внутри полны мертвых костей, внутри полны мерзости. То есть когда нету духовной жизни, нету реального единения с Господом, но на словах все это выдается так, как будто все хорошо. То есть это обман. Как писал Павел, имеют вид благочестия, а силы отрекшиеся. То есть силы нет, потому что сила Божья только там, где есть единение с Богом. На чем же было построено служение фарисеев на делах? Они считали, что если они будут делать правильные дела, то есть вот правильно жить там как-то, правильно поступать как-то, то у них все будет нормально в отношениях с Господом. И даже потеряв связь с Богом, реальное духовное единение с Богом, они все равно считали, что все хорошо, потому что ведь они вроде бы внешне нормально ведут себя, нормально поступают, правильно поступают. Вот и апостол Павел был одним из них, пока однажды по дороге в Дамаск ему не явился Иисус. Павел ничем это не заслужил. Более того, он шел в Дамаск, чтобы там в Дамаске уничтожить христиан. И вот на пути в Дамаск Иисус явился ему, и его остановил, и открылся ему. И апостол Павел с того момента понял, что такое величайшая благодать Божья. Благодать – это некое незаслуженное даяние. Мы ничем не можем заслужить, заработать. Никакими хорошими делами, никакими хорошими поступками. Мы не можем заработать его спасение. Мы не можем заработать взаимоотношения с Господом. Мы можем лишь верой принять это по его великой милости и благодати. И только по милости Божьей Бог открылся апостолу Павлу. И с того времени апостол Павел везде и всем проповедовал о Божьей благодати. Он говорит здесь, что Бог по великой милости Своей оживотворил нас со Христом. Благодатью мы спасены. И сие не от нас. Это не наши заслуги. Божий дар. Чтобы никто не хвалился. Потому что хвала только Богу, который дает нам эту благодать. Правда же? Никто не хвалился. И именно по благодати Божьей мы можем говорить, что мы праведны, мы спасены и мы искуплены. Скажешь, подожди, подожди, какой ты праведный. Ты несовершенный. Да, я несовершен. Но ведь я несовершенством заслуживаю спасения и оправдания. А милостью Божьей только. Милостью Божьей. И благодатью Божьей. И интересно, драгоценное, что вот это принцип милости. Скажешь, пастор, ну мы это все знаем. Я понимаю. Но часто очень с христианами происходит то же самое, что с фарисеями в свое время. Получив спасение по благодати, мы, став христианами, начинаем дальше пытаться у Бога что-то заработать, заслужить. Как тот фарисей. Вот я такой человек. Десятину приношу. С женой не развожусь. Ничего не ворую. Вот такой хороший человек. Поэтому, Господь, давай действуй в моей жизни. А благодать Божья, это принцип его, по которой он не только нас спасает, но действует всю нашу жизнь. И когда апостол Павел стал об этом проповедовать, то его стали обвинять религиозные иудеи в том, что Павел, так если, получается, Бог нас спасает по благодати, получается, дела не важны, так получается, ты людей призываешь к греху, типа, живите как хотите, грешите, и Бог вас все равно помилует. Получается, Павел, ты развязываешь плоть людскую. Получается, Павел, ты даешь людям свободу грешить, если все по благодати. То есть, например, если нужно заслужить спасение, ты сто раз подумаешь, прежде чем согрешить. Ты вот согрешишь, а потом тебе много раз нужно будет заслуживать деньгами, пожертвованиями, десятинами. Поэтому стоит ли овчинкой выделки, может, лучше не грешить? А если мы прощены просто так, по Божьей милости, так спокойненько греши, потом покаешься, Бог тебя простит. И апостол Павел говорит, что, вот смотрите, в послании Римлянам, 3 глава, 8 стих, смотрите, Римлянам, 3 глава, 8 стих. Вот Павел говорит, и не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. То есть, его обвиняли, что Павел учит, давайте делать зло, грешить, чтобы вышло добро, чтобы Бог нас помиловал. Потому что, если много греха, у Бога много возможностей нас простить. Чем больше мы грешим, тем больше Божьей милости. Поэтому в грехе нет ничего страшного, в грехе нет ничего опасного. Павел говорит, праведен суд на таковых, потому что мы так не учим, хотя его в этом обвиняли. Павел просто-напросто показал, что есть вещи первостепенные, а есть вещи второстепенные. Я специально вот из дома привез, и яблоко можно тоже взять сразу, я специально из дома привез в свое время, помните, к нам приезжал из Индии миссионер с Майлзом Хьюстоном, и вот он мне такой подарил повозку, вот бычок такой, и вот повозка. И вот, если мы с вами посмотрим на эту повозку, вот если мы возьмем бык, это сила, благодать Божья, да, а повозка это наши дела, наша жизнь. Смотрите, все начинается прежде всего с благодати. Благодать Божья, это именно та сила, которая превосходит любого самого мощного быка, да, которая тянет нашу жизнь вперед, тянет нашу жизнь вперед. А за этим уже должны наши дела быть, наши дела быть. Если мы с вами ставим повозку наоборот, перед быком там, вначале, все уже будет не так двигаться, потому что люди думают, сначала дела, а потом уже Божья благодать. Нет, сначала Божья благодать, а потом уже дела, понимаете, да? Поэтому апостол Павел говорит, я еще раз прочитаю вторую главу послания к Ефесиным. Смотрите, восьмой стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». То есть это не от нас с вами, поэтому хвалиться нечем. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Все начинается с Божьей благодати. Если бы не было Божьей благодати, никто бы никуда не двигался, какие бы прекрасные дела он не совершал, какие бы прекрасные вещи он не делал, как фарисеи. И молились на показ, и десятины давали, и жертвенными такими были, и думали, что они своими делами что-то могут у Бога заслужить. Так вот, Павел говорит, ничего ты у Бога не заслужишь. Все, что Бог делает, это его благодать и его милость. Но дальше, смотрите, написано. Десятый стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на…» Обратите внимание. «Добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Означает ли Божья благодать, что теперь наши дела не важны? Нет, не означает. Просто все должно быть в правильном порядке. Сначала благодать, которая за собой привлекает дела. По благодати Божьей мы спасены. По благодати Божьей мы искуплены не по делам, по Его милости. И когда Бог нас спасает, и мы становимся новым творением, созданным для чего? Для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Поскольку мы спасены, мы искуплены, это влияет на то, что мы делаем с вами. Мне очень нравятся слова блаженного Августина, которые я не устаю повторять, потому что в них, я считаю, вот именно принцип Евангелия отображен. «Возлюби Бога и делай все, что хочешь». Возлюби Бога и делай, что хочешь. Как это понять, делай, что хочешь? То есть Августин. Значит, ты говоришь, если мы любим Бога, то мы можем грешить, мы можем воровать, убивать, блудить, делать все, что хочешь. Нет. Потому что, когда ты любишь Бога, Его сила действует в тебе, и ты уже не будешь делать каких-то вещей. Почему? Потому что, чем больше ты познаешь Бога, тем больше это влияет на твои желания. Чем больше ты познаешь Бога, тем больше Бог в тебе создает свои, как написано у Павла, желания и хотения. Понимаете? У нашей плоти тоже есть желания и хотения, греховные. Но когда мы познаем Бога по благодати, Он вкладывает желания и хотения, эти желания и хотения на добрые дела. То есть добрые дела, они не то, что не важны, но нельзя их переставлять на первое место, вот, чтобы дела нас толкали. Да сама телега, она не поедет никуда и не потащит за собой быка. А религиозные люди думали, чем больше мы будем делать добрых дел, чем больше мы будем делать хорошего, тем больше мы будем познавать Бога. Нет. Мы по благодати познаем Бога. А иначе мы бы пели хвалу друг другу. По благодати мы познаем Бога, нам нечем хвалиться. И по благодати мы становимся такими людьми, которые делают добрые дела, которые Бог нам предназначил исполнять. Понимаете? В последнее время, когда у нас в церкви я и другие проповедники и служители, мы проповедуем о познании Бога, о переживании Бога, о поиске Бога, может возникнуть вопросы. Так получается, пастор, мы можем грешить, мы можем, что хочешь делать, главное, чтобы Бога познавали. Нет, не об этом мы говорим. Просто порой в христианство приходит извращенное Евангелие. Его еще можно назвать фарисейское Евангелие, где со сцены прежде всего говорится о делах. Вот то-то надо делать, то-то не делать. Вот так надо поступать, так не поступать. И поэтому куча всяких запретов, куча всяких постановлений возникает. И возникает ситуация, когда люди вроде бы, там запреты, правила, какая должна быть длина юбки, как правильно застегивать мужчинам рубашки, чтобы не соблазнить никого. Я был сам в церкви, где считалось, что если длина рукава короткая, то вот такими руками ты соблазняешь женщин? Это правда, я не придумываю. И люди знают кучу постановлений. Нельзя там разводиться, нельзя это... И думают, что у них с Богом все нормально. Нет, это неправда. И поэтому в религиозной фарисейской среде, когда все со временем вскрывается, то видно, что за этим благочестивым видом гнилые кости лежат. Не потому, что теперь можно разводиться, можно убивать, грешить, воровать, все, нет, не в этом дело. Но начинаться надо не с запретов, не с закона. Если все начинается с закона, это Ветхий Завет, Новый Завет. Все начинается с Божьей благодати. По благодати мы спасены, по благодати мы познаем Его, а уже познание Его, единение с Ним и духовная жизнь приводят к тому, что Он вкладывает в нас желания и хотения добрых дел. Поэтому я абсолютно убежден, что в церкви мы должны прежде всего говорить о поиске Бога, о познании Бога, об этом говорил Иисус, ищите Царство Божьего, и правды Его, и все остальное, в том числе и хорошая жизнь, добрые дела, приложатся к вам. Это все равно, что вот плод, плод, ведь плод это результат жизни дерева. Есть корни, которые находятся в земле, и эти корни втягивают в себя соки. И потом эти соки идут по стволу, идут по веткам, и постепенно, при постоянном питании, начинает возникать плод. Правда же? И вот в конце появляется яблоко. Но если, например, ты положишь у себя дома яблоко, и будешь думать, хочу, чтобы у меня появилось дерево, и вдруг у тебя со временем из яблока появляется веточка, веточки ствол, из ствола корни, и корни уходят в землю. Я не знаю, я 44 года живу на земле, такого не видел. Потому что такого не бывает. Это противоречит Божьему порядку. Но я такого много видел в церкви, когда люди думают, что если они будут делать хорошие дела, со временем они познают Бога. Нет. Делами ты Бога не познаешь. И по большому счету человек ворует или человек не ворует. Для Бога нет разницы, если оба не знают Его. Понимаете? Потому что делами пред Богом, написано у Павла, не оправдывается никакая плоть. И в итоге пришло, что, знаете, в христианстве куча постановлений, куча правил, куча запретов, опознание Бога, как у фарисеев, не знают ни Христа, ни Отца Небесного. Поэтому мы стремимся в церкви, чтобы был правильный порядок. Не потому, что сегодня нам все равно разводится человек, не разводится человек, а потому, что если человек Бога не знает, разводится он, не разводится, какая разница, если Бога он не знает. Вы понимаете, к чему я говорю? Можно обвинить, как обвиняли апостола Павла, что мы потворствуем греху. Как говорил Павел, праведен суд на таковых. Мы не потворствуем греху, мы просто говорим, что все должно начинаться с быка, а не с телеги. Все должно начинаться с познания Бога, а это ты можешь получить только по благодати. Все начинается не с яблока, все начинается с корней, с питания, с соединения с Богом. Когда у тебя есть это питание, эта духовная жизнь, вот эти соки, которые ты принимаешь с небес, питаешь вот этой небесной почвой, и это приходит в тебя, то постепенно добрые дела естественно вырастают как плоды в твоей жизни. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Вот что должно быть. Но если мы, как делается во многих церквах, начнем каждое собрание говорить, что можно, что нельзя, вот что такое хорошо, что такое плохо, то мы будем больше напоминать вот того отца, которому пришел кроха и спросил, что такое хорошо, что такое плохо. Ведь порой люди и без церкви знают, как хорошо поступать, а как плохо поступать. Правда же? Им не нужна церковь для этого. Все понимают, что убивать плохо, все понимают, что воровать плохо, все понимают, что обманывать плохо, все понимают, что предавать плохо, однако делают грехи. Как говорил апостол Павел, злое не хочу, а делаю. Почему? Сил нет. Сил приходит только от единения с Господом, от познания Бога, от познания Бога. Поэтому сегодня, я считаю, самой главной вещью, чтобы фарисейство, вот эта закваска фарисейская, не поразила церкви, а изучая историю христианства, мы видим, как закваска фарисейская поражает церкви. Поэтому великие страны, где христианство в свое время было такое мощное и сильное сегодня, путешествую по этим странам, в той же самой Европе, мы вдруг видим опустошенные церкви, красивые здания, все правильно, людей там только нет. По-моему, на одном из собраний Михаил показывал, что сегодня из церквей делают, потому что пустые церкви, ничего не там делают и ночные клубы сегодня, мечети, какие-то мастерские делают, потому что здания есть, вроде бы сносить нельзя, древние здания, но как их содержать-то, людей там нет, вот и отдают всем. Думаешь, как же так, что же произошло, почему такое запустение, что они не знали, знали, но всегда, послушайте, всегда вот эта опасность фарисейства есть, поставить дела прежде, чем благодать, пытаться делами, заслуживать что-то убого. Это было и в Ветхом Завете, это было и во времена Иисуса Христа, с этим столкнулся апостол Павел, но через некоторое время закваска фарисейская, о которой Иисус предупреждал, и в церковь проникла, поэтому и возникла в 16 веке реформация, когда верующие были убеждены, что если они будут вот так-то поступать, покупать, там до индульгенции дошло, вот покупать какие-то охранные грамоты спасительные, столько-то раз Отче наш, столько-то наш Дева Мария на коленях там пойти, или в веригах, или в цепях, чем больше они будут что-то такого делать, тем больше они будут угодны Господу. Так вот возникла реформация, когда снова вернулись, говорят, нет, в начале в начале не телега, в начале бык, в начале благодать. Некоторые скажут, пастор, но если мы говорим о том, что в начале благодать, не все это понимают. Для многих благодать, милость Божья, это разрешение либерально свободно относиться к греху. Да, я с вами согласен, но из-за того, что мы будем им делать запреты, они Бога лучше не узнают и ближе к Нему не станут все равно. Они просто будут иметь вид благочестия. Мы с Дианой немало столкнулись с такой ситуацией. Я помню, когда в свое время мы учились в Упселе в Швеции, там была такая семья, уже они были пожилые, с одного украинского города. У них было около десяти детей, я не помню точно, но много было. Вот, и они были как раз из такой религиозной среды. и часто мы с ними говорили, они говорили, почему там женщины не в платках, то есть начинали через какие-то заслуги, надо платки на голову надевать, чтобы молиться, надо там украшения нельзя и прочее, прочее, прочее. Потом через некоторое время мы узнали, что когда эта семья вернулась к себе домой после учебы, там этот пастор, он всех оставил, бросил и жену, и детей там развелся, загулял и прочее, прочее, прочее. То есть вы знаете, вот эта форма внешняя, фарисейская форма, она может выглядеть приятно, кажется, вот это как-то сдерживает людей, но если нет познания Бога, любая форма это лишь мертвая оболочка. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? все должно начинаться с жизни Божьей, и жизнь должна уже проявлять себя в твоей судьбе, в твоих делах и в твоих поступках. Все должно начинаться с поиска Бога, а здесь твои заслуги, твои великие подвиги не имеют никакого значения, а только Божья милость и Его удивительная благодать. Поэтому некоторые подходят ко мне и говорят, пастор, у нас вот молодежь в церкви, там кому-то не нравится, что у молодежи там какие-то юбки короткие, кому-то не нравится, что как-то молодежь слишком себя свободно ведет. Я вам скажу честно, мне тоже не все нравится, но мы можем пойти путем фарисеев, самый легкий путь, сделать у нас в церкви правила, какие юбки должны быть, как нужно это, сделать кучу всевозможных запретов, и все будут ходить так, как нам нравится, и у нас возникнет иллюзия, что все праведные и благочестивые, а это ложь и заблуждение, все просто фарисеями станут. И я такого фарисейства в христианстве насмотрелся, я не хочу, чтобы это было... Знаете, лучше пускай человек откровенно грешит, ему будет проще покаяться, чем фарисею. Фарисей часто не знает, за что ему кавится, он такой хороший. Поэтому ты скажешь, Виктор, давай сделаем это. Да, быстро, сделал правило, со следующего воскресенья ставим братьев, меряем всем юбки по сантиметрам, сколько ниже колена, как нужно говорить. Сделаем правило, и все, это очень можно быстро сделать. Да толку-то от этого. Вам что, форма внешняя лишь важна? Есть куча церквей в этом городе, где там хорошая форма. И говорят так вот, все вот так вот, благочестиво, и ведут себя так. Да только потом, знаешь, сковернешь вот это, знаете, вот если яблоко гнилое, ты его можешь так закрасить красиво, оно такое милое, издалека. А когда ты увидишь его, знаешь, отколупаешь вот эту краску, а там гниль одна, понимаете? нужно начинать не с внешности, а с внутренности, нужно начинать. Поэтому я вижу многие вещи, я понимаю многие вещи, но я считаю, единственный Божий путь это убеждать людей, учить людей, вдохновлять людей, и не только проповедями, словами или семинарами, а прежде всего своей жизнью, как переживать единение с Богом, потому что именно единение с Богом повлияет и на твои дела. Но это будет уже номер два, а не номер один, понимаете? Дела будут номер два. Я знаю, что это не быстро, это правило можно сделать со следующего воскресенья, вот такие-то правила в нашей церкви. Познание Бога, оно не приходит вот так вот, со следующего воскресенья. Когда мы ищем Его лица, когда мы молимся, это занимает время, это занимает время, переживание, поиск Бога занимает время, поэтому мы так в церкви делаем акцент, чтобы у нас были утром молитвы, и молитвы созерцания, и разные молитвы, чтобы люди соединялись с Господом, люди переживали Бога, и когда меняется их сердце, меняется их дух, меняется их внутренняя сущность, то тогда уже оправданные, очищенные, соединенные с Ним по благодати, их жизнь будет меняться, их жизнь будет меняться, но это изменение будет уже не как фарисейская внешняя форма, а как естественный плод, выросший из познания Бога, соединения корней с почвой. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Поэтому, конечно же, конечно же, мы не говорим, что дела не важны, там жизнь не важна, ситуации там в семье, на работе не важны, это все важны, но нельзя с этого начинать, иначе путь прямой к фарисейству, нельзя с этого начинать, нужно начинать с внутреннего, с внутреннего, соединения с Господом, когда Его святость, Его чистота, Его сила, наполняет тебя, когда ты ищешь Его лица, когда ты поклоняешься перед Ним, поклоняешься перед Ним. Все должно быть в правильном порядке, сначала бык, а потом уже телега, сначала единение с Богом, познание, наполнение, а потом уже добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. поэтому, когда мы сейчас делаем ту же самую молодежную конференцию, некоторые церкви говорят, что у вас там на молодежной конференции будет? Одна церковь, не буду говорить, какая спросила, а у вас во время молодежной конференции будет свет мигать? Мы говорим, будет. они говорят, тогда нашу молодежь мы к вам не отпустим. Ну что мне остается, только пожалеть их молодежь, потому что как можно верить, что через мигание света ты будешь больше познавать или не познавать Бога? Насколько глупа религия зациклена на внешних вещах, думая, что если они всех причешут, как им надо, уберут свет, все будет наконец круто и хорошо, да ничего не будет, ничего не будет, нужно им наполняться. И тогда слышат некоторые возражения, Виктор, Виктор, подожди, а вот есть люди, которые говорят, что они там с Богом в контакте, обманывают, воруют там что-то такое, что так и не делают. Да, есть такие люди, да, есть такие люди. Так Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Понимаете? Конечно, есть те, кто спекулирует, я близок с Богом, а сам что только не творит. такие есть, такие точно так же есть, но драгоценные это их проблема, этих людей. Они думают, что они знают Бога, как написано, если ты говоришь, что знаешь Бога, помните, да, а ненавидишь брата своего, тот что? Обманываешь ты сам себя. Есть люди, они говорят, что они знают Бога, а своими делами отрекаются от этого. Вот, но это не значит, что мы теперь должны делать акцент на делах, делать акцент на внешних вещах из-за того, что кто-то этим спекулирует. Есть такие люди, и, к сожалению, и апостол Павел с такими столкнулся, которые думают, что если все по благодати, теперь мы можем спокойненько творить, что хочем. Нет. С таким столкнулся Мартин Лютер, и я помню, как-то говорил, что в последние годы жизни Мартин Лютер часто был в депрессии, когда увидел, что учения о благодати некоторые использовали не для познания Бога, а для свободы проявления своей греховной плоти. Были такие люди. Были такие люди. Но из-за того, что кто-то любое слово использует для оправдания своего греха, не значит, что мы теперь должны нарушить принцип Евангелия, не значит, что мы должны ставить телегу перед быком, не значит, что мы должны в церкви учить людей изображать из себя цветош. Такие, знаете, верующие типа тортюфа, не значит совершенно. Все равно все начинается только с его великой милости и великой благодати. Поэтому мы сегодня учим и мы будем продолжать об этом учить и проповедовать. Мы будем ставить акцент, что все начинается, когда твой дух соединяется с духом его, а это только по его благодати, ни от каких не отдел, чтобы ты не мог хвалиться, а вся хвала была только ему, царю царей и Господу господствующих. Есть ли в церкви люди, чье поведение огорчает нас? Есть. Есть люди, чье поведение огорчает меня? Есть. И можно подойти и нужно сказать, вот это не делай, а вот это делай, так поступай. Ну, будет он так делать, и что? Будет он так из себя это изображать? Несложно прийти сюда на несколько часов, часа на три, и изобразить из себя благочестивого человека. Я много видел такого, еще раз говорю вам. А потом, когда вскрывались ситуации, там такое открывалось. А внешне в церкви все хорошо. Вы знаете, лучше, чтобы все тут явно было. Проще покаяться, чем изображать из себя неизвестно кого. Поэтому я и говорю, драгоценные, вот в моей жизни очень многие вещи стали меняться, когда я переживаю его. Многие вещи меняются в моей жизни, в моих делах, когда я познаю его. Я смотрю, вот приходит его жизнь, и ты уже не хочешь делать, что раньше бы делал. И наоборот, какие-то вещи ты чувствуешь, тебе надо делать, хотя тебе раньше и не хотелось. Ты чувствуешь, как познание Бога, как вот этот бык, он начинает, и чем сильнее бык, то есть чем больше познания, тем сильнее он тянет за собой эту телегу. И в этом принцип Евангелия, иначе бы, если бы все было отдел, нет было нужды, ни в каком Иисусе, ни в какой церкви Ветхого Завета, было бы для нас достаточно. Там столько перечней, чего можно, чего нельзя, как надо, как не надо. И в итоге они все знали, как надо, как не надо, как правильно, как неправильно, но пришел Иисус, и они не узнали его. Почему? Познания Бога-то у них не было. Не узнали в своей массе. Не было познания Бога. Поэтому драгоценное очень важно, чтобы мы искали его лица. Очень важно, чтобы мы соединялись с ним. Потому что соединение с Богом, когда ты соединяешься с Богом, наполняешься его любовью, ты можешь делать все, что хочешь. Потому что через это познание в тебя приходят желания и хотения свыше. Поэтому я хочу вам подчеркнуть, не нужно противопоставлять познание Бога и чистую жизнь. Не нужно это противопоставлять, потому что одно следует за другим. Познание Бога противопоставлять нужно только фарисейство. И вот мы выбираем. Вы хотите быть в фарисейской общине, где все так внешне хорошо, приглажено и причесано? Да, сегодня мы видим, церковь может быть не совсем такая, какую Бог ее хочет видеть. Конечно так. Конечно так. И есть вещи в нашей жизни, которые огорчают Духа Святого. Конечно есть. Но из-за того, что ты что-то будешь делать, а чего ты не будешь делать, ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Не с этого нужно начинать. Не с этого. Я помню, как пару лет назад у нас небольшой конфликт возник, когда у нас была очередная молодежная конференция и к нам приехали такие пожилые старцы из Швейцарии, может помните вы, они играли еще на рогах олимпийских. Воскресенье. Они когда приехали сюда, они застали молодежную конференцию. я помню, после собрания я пошел с ними здороваться, а они на собрании были. Они сидели за столиком, как черные тучи. Я подошел к ним, говорю, здравствуйте, я пастор церкви. Они ничего, не здравствуйте, ничего, они говорят, мы хотим тебе кое-что включить. я сел с ними за столик, они включили телефон и показали мне, слышишь, как шум и гамм, я говорю, да, это мы записали на собрание, которое у вас было. Один сказал такую вещь, я говорю, в мире на рок-концерты ходил, когда был неверующий, и то так громко не было, как у вас здесь на молодежной конференции. И он говорит, и как вы хотите этих людей святыми сделать, тогда я спросил их, вы приехали из Швейцарии? Они говорят, да. Я говорю, смотрите, родина Жанна Кальвина, реформация, сколько молодежи в вашей церкви? Они так, ну, у нас не очень много сейчас молодежи. Я говорю, почти нет. Я -то был, знаю, что там в Германии, Швейцарии. Они говорят, ну, да, очень мало. Я говорю, потому что им неинтересны все эти ваши запросы и запреты. Вы понимаете, людей Бог интересует прежде всего. Я говорю, а здесь вы пришли, говорю, смотрите, сотни молодых людей, да, кто-то, может быть, живет еще нечестиво, неправедно, да, там один говорит, вот смотрите, вот был проповедь, а кто-то сидел с телефоном и в интернете все время был. Я говорю, да, кто-то все собрание с телефоном сидел. Но мы можем сделать такое, так, во время собрания, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, что они Бога больше познают, они уйдут и больше не придут. Я говорю, ну, мы проводим собрание, чтобы вот эти ребята, у которых много в жизни неправильно, много не так, чтобы они познакомились с Иисусом и через единение с Ним их жизнь стала преображаться, не наоборот, не то, что мы должны преобразить свои жизни, чтобы прийти к Иисусу, нет, сначала приди к Иисусу, вот такой, какой ты есть, приди к Иисусу и будет твоя жизнь меняться, чем больше будет познание Иисуса Христа, тем больше будет меняться твоя жизнь. Я говорю, да, их несколько сот, да, мы видим, как Бог меняет, конечно, не все меняются, но многие меняются, многие меняются, многие меняются. Я тогда смотрю, у них так как-то немножко, они так помягче стали общаться со мной, уже как-то подобрели уже все, потом мы разговаривали, и все, они говорят, хорошо, тогда мы даже у вас сыграем в церкви на молодежную, я говорю, ну сыграйте, говорю, что же, а такая музыка, пастор, понравится, я говорю, у нас всякая музыка, нравится в церкви, и на олимпийских рогах, и на всем, на всем, на всем, но вы знаете, вот такого очень много, да, когда у нас проходит молодежная конференция, здесь куча молодых людей, у кого-то тебе не понравится прическа, у кого-то тебе не понравится фасон джинс, у кого-то тебе не понравится длина юбки, у кого-то тебе не понравится, как он себя ведет, да, 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 будут такие вещи. Но к Иисусу приходили мытари и блудницы. За что Иисуса обвиняли? Да он друг мытарям и блудницам. Он приходил и общался. Там были люди, которые неправедно жили. Но он с ними говорил о Небесном Отце, о Божьем Царстве. И их жизни менялись. А если бы он пришел, сел и сказал, так, хотите о Божьем Царстве говорить, да, блудницы? Вы что, с ума сошли, говорит? Ну-ка, давайте переодеваемся все сначала. Давайте сейчас все правильно сделаем. Так, кто тут у нас смотрит, Закхей? Хочешь, чтобы я в твой дом зашел? Наворовал там себе на дом, да? Продай все, раздай кого-то обобрал, тогда я приду к тебе. Нет. Он приходил к ним, он общался с ним. Люди, которых гнушились, фарисеи, он был другом для этих людей. Говоря им о поиске Божьего Царства и правды его. Правда же, да? Об этих вещах он им учил и говорил. И их жизни менялись. И их жизни преобразовывались. Скажешь, пастор, что у всех? Не у всех. Не у всех. Но из-за того, что не у всех меняются жизни, не значит, что мы должны нарушить теперь Божий порядок. Давайте там, у кого жизнь не поменяется, отпознание Бога поменяется. А у кого не поменяется, пускай изображают. Что поменялись, да? Да лучше неприятная правда, чем скрытая ложь. Зачем это нужно? Да, вот такие. Вот мы видим сегодня. Вот это наш уровень. Вот такой, да. Вот мы такие. Вот такое у нас познание Бога. Вот мы по плодам можем судить. Вот такое. Не нравится? Хочешь, чтобы яблоко больше было? Ну-ка, давай его сейчас растянем. Я с одной стороны буду тянуть, ты с другой тяну, побольше яблока станет. Все, что мы сделаем, мы это яблоко просто разорвем. Правда же? Хочешь, чтобы плод был больше? Продолжай питаться, а? Продолжай питаться. Продолжай питаться. Продолжай общаться с Ним. Пускай соки приходят. Пускай жизнь приходит. Больше ищи Его лица. Тогда будет плод. Больше. А искусственно. Ты не растянешь его. Не увеличишь его. Как бы ты ни хотел. Никакие манипуляции с плодом ни к чему хорошему не приведут. Хочешь изменений. Хочешь, чтобы больше было плодов. С корней надо начинать. С питания. С соками небес надо начинать. С общения с Господом надо начинать. С поиска Царства Божьего и правды его надо начинать. Вот почему я так рад, что у нас сейчас и у Уральского дома молитва есть место. Место, где ты приходишь и просто молишься. Приходишь и просто поклоняешься. Ищешь его лица. Не спрашиваешь так, а достоин ли ты искать Бога. Сначала иди, измени свою жизнь. Одежду перемени. Косынку надень, там еще что-то сделай. Тогда приходи в Уж Бога искать. Нет. Познание Бога приводит к изменениям. А изменение твоего поведения никакому познанию Бога не приведет. Потому что это не отдел наших. Чтобы никто не хвалился. А только по милости и благодати. Его милость так велика. И вы знаете, когда люди пытаются заработать праведность делами, то, что Библия называет самоправедность, они любят гордиться своими делами. Вот я такой, я такой, я вот такой, и у меня семья такая. А когда ты получаешь по милости, ты понимаешь, тебе нечем гордиться. Если, например, у тебя в семье порядок, а у него проблемы, тебе не нужно возвышать свой нос над ним. Тебе нужно просто, ты понимаешь, что и ты бы был таким, если бы не его милость. Побуждай его искать лица Божьего. А не говори ему, какой он грешный, какой он неправильный. Часто человек сам знает, что он нехорошо делает. До сил нет поменяться. Потому что где же силы-то взять? Желаний не хватает. Нашего человеческого ресурса не хватает. Где же силы-то взять? Из небесной почвы. Только там. Нет другого источника. Нету. И опять мы приходим к поиску Бога, к познанию Его. Некоторые думают, какая ему молитва созерцания? Да ему сначала надо там все изменить в жизни, а потом уже созерцать. Да нет. Ему Бог нужен прежде. Бог нужен прежде. А если вы хотите и внешне людей всех поменять, там причесать, добро пожаловать в Ветхий Завет тогда. Добро пожаловать в церковь имени святого фарисея. Добро пожаловать. Ходите в эту церковь, молитесь там. И гордитесь друг перед другом, кто из вас более праведный, кто из вас много добрых дел понадел. Вот почему драгоценные, я считаю, я знаю, что сейчас мои слова не все поймут. Кто-то, может быть, будет не согласен, но пусть Бог вам откроет. Когда церковь пытается идти в этот мир и диктовать этому миру как надо, а как не надо, как правильно, а как неправильно. И начинает церковь, говорит, вот там гомосексуализм, надо против этого там. Да мы ничего не поменяем. И чем больше, замените, церковь с этим борется, тем больше это процветает. Разве вы не замечаете? Мы не с того конца начинаем. Боремся там с гомосексуализмом, боремся с абортами, боремся с грехами разными. Я помню, в свое время я тоже не понимал, когда мать Тереза говорила, если вы будете бороться с абортами, не зовите меня, я не пойду с вами. я не пойду бороться с абортами, не пойду там бороться еще с чем-то. Я буду с вами только, если вы будете за жизнь. Что мы должны есть этому миру? Познание Бога. А как мы это принесем, если у нас нет этого познания у самих? Слова без познания, пустые слова. Пустые слова. Вот что мы должны нести людям. Познание Иисуса Христа. А не поучения. Как им можно поступать, а как им нельзя поступать. Вот эти все поучения приводят к противоположному результату всегда. Познание Иисуса Христа. Познание Иисуса Христа. Не потому, что гомосексуализм хорошо, аборты хорошо, да это грехи. Грехи. Только не даром один христианский мудрец сказал, чем больше ты с чем-то борешься, тем больше ты увеличиваешь и усиливаешь то, с чем ты борешься. Нужно не с грехом бороться, а жизнь нести. Любовь нести. Это же касается нашей социальной работы. Я очень хочу, чтобы у нас социальная работа была больше и больше. Но, когда ты познаешь Бога, переживаешь Его, и вдруг Бог вкладывает в твое сердце это желание помочь тому, помочь тому, помочь тому, помочь тому. Там, бомжей кормить, бездомных ухаживать. А не просто, о, увидел бомжа, дал ему, иди в церковь, там тебя накормят, и они приходят сюда. И чего? А ты чувствуешь, сделал доброе дело. Да какое ты доброе дело сделал-то? Загрузил кого-то? Все твое доброе дело. Бог хочет через тебя делать добрые дела. Потому что церковь, это не вот Шейкмана Сим. Церковь, это ты и я. Там, где ты, там и церковь. Понимаете? Твори добрые дела. И чем больше будет познания, тем больше у тебя будет настоящих добрых дел. Настоящих, изнутри исходящих. Кого мы учим сегодня? Когда люди видят, что в церкви творится, мы там им учим, они видят, что в церкви процветают и разводы, и сребролюбие, да? И грехи, и неправда. Все это процветает в церкви. А мы идем, и начинаем еще кого-то поучать. Это же не работает. Они больше смеются над нами. Врач, исцели сам себя. Но когда они видят, вы понимаете, вот они видят жизнь твою, это влияет на них. Это влияет на них. Если я хочу учить там о семье, да я чем должен учить? Своей семьей, примером своей семьи. Разве не так? А когда в церкви там куча всего, то я иду и всех учу. Чего нельзя им делать? Поэтому, драгоценные, конечно же, мы хотим влиять на это общество, влиять на окружающий нас мир. Но если вы думаете, что можно повлиять чем-то, кроме познания Бога, вы ошибаетесь. Ничем мы не повлияем другим. Если вы думаете, что мы такие хорошие, раз хорошие, мы придем и всех научим, что им надо делать, что нельзя, вы ошибаетесь. Никому это не нужно будет. Мы просто будем маленьким обществом, которое варится в собственном соку. Во что сегодня вы родились в церкви и в Швейцарии, и в других странах, где никогда была реформация. Я думаю, не случайно мы можем изучать историю церкви, чтобы не повторять ошибок. Не повторять ошибок. Пусть нам Бог даст мудрость в этом всем. Поэтому есть многие вещи, которые мне в нашем городе не нравятся. Многие вещи. Но я считаю смешным, если мы просто будем делать какие-нибудь марши против этих вещей. Ну, пройдемся мы. И что? Мы призваны нести в этот мир Иисуса Христа. И познавая Иисуса, вы увидите, плоды будут вырастать. А если нет познания Господа, ничего не будет. Ничего не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры создавал DimaTorzok